2 августа этого года состоялась рабочая поездка губернатора Московской области Андрея Воробьева в Щелковский район. Напомним, программа визита была весьма насыщенной. Губернаторы и члены правительства в сопровождении руководства района побывали на Щелковских очистных сооружениях на стройплощадке перинатального центра в сельском поселении Медвежьо-Озерское. В городском парке прошла встреча с жителями. По итогам рабочей поездки руководитель региона дал ряд поручений. На этой неделе руководитель администрации Щелковского района Алексей Валов доложил об их исполнении. У нас состоялась очень эмоциональная, непростая встреча в Щелковском районе. Вы помните, мы ездили на бараки, расселение казарм, вопросы ЖКХ, очистка реки Клязьмы, аварийное жилье. Это то, что звучало на встрече. Мы должны очень внимательно и четко отработать поручения, которые нам давали жители. Все поручения проанализированы, единичные были сразу отработаны. Системные внесены в программы на текущий период или на перспективу. Из 24 поручений полностью реализованы 12. Остальные в работе, доложил Алексей Валов. Губернатор акцентировал внимание на том, как ведется работа по расселению домов ветхого фонда в первом советском переулке 19, всем известной казармы, и на улице Новая фабрика. Алексей Валов отметил, что благодаря помощи и вниманию губернатора и правительства к нужному району, в этом году в этом вопросе сделан прорыв. Так сдается дом компании «Пик» на Краснознаменской, куда переедут 323 семьи из бывшей казармы. Администрация района поможет жителям транспортом для переезда в новые квартиры. В этом году будет сдан переселение. Также будет сдан долгострой на Соболевке, улице Новая фабрика. Благодаря участию губернатора удалось решить вопрос с достройкой многоэтажного дома, куда переселят 41 семью из этого района. Я вас прошу, очень важно этот дом сдать, потому что люди живут и в казарме, и в нечеловеческих условиях. Дело чести наше в этом году, чтобы люди встретили Новый год, соответственно, с другим настроением. Есть, Андрей Юрьевич. Вопрос пассажирских перевозок также на контроле у губернатора региона. В этом году область приобрела порядка 500 новых автобусов. Очень важно, чтобы автобусы были как с иголочки, чтобы люди чувствовали, что о них позаботились, и новый подвижной состав – это важно. Ситуация на Щелковских очистных сооружениях губернатору знакома не понаслышке. Как доложил Алексей Валов, предприятие работает в штатном режиме, запаха нет. Проблему представляют только поля илового осадка. Рассматривается вопрос строительства завода по его переработке, в том числе с участием иностранных партнеров. Администрация района ищет наиболее рациональный и эффективный вариант. Пока же акцент сделан на обновлении оборудования, рассказал губернатору Алексей Валов. Все практически оборудование на Щелковских сооружениях поменено. К сожалению, то оборудование, которое раньше было импортно, оно было недолговечное. К сожалению. Теперь ставим свое. Говорим, что это импортозамещение, но тем не менее это оборудование долговечное, работает надежно, имеют в виду доходовки, насосы, частотные регулирования и так далее. Все наше. Поэтому мы решили перейти в формат использования всего оборудования. Оно позволит нам и долговечно, и рентабельно работать. Исполнение поручений главы региона и жителей остается приоритетной задачей для районных властей. Ирина Микеда, телерадиокомпания «Щелково».